Девочки, всем привет-привет! Меня зовут Светлана. Я рада всех попрезать, кто заглянул ко мне на канал. Итак, сегодня только у нас 11 декабря, а у меня уже накопилась целая куча баночек. Поэтому я решила снять их пораньше, хотя у меня и так, наверное, получится 2 части. Что-то слишком много всего. Итак, первое, что у меня попадается, это вот такой вот восстанавливающий комплекс для волос. Для окрашенных и поврежденных от домашних рецептов. Это 3 в 1. Содержит масло миндаляя, оливы, протеины, шелка, провитамины В5 и ПП. 8 Аппл здесь было. Я их показывала у себя в покупках 2 раза у меня уже. Они были. Мне они очень понравились. Они буквально спасли мои волосы от попадения. Хорошая вещь. Действительно, очень хороший состав у них здесь. Производит это первое решение город Москва. И действительно, в составе очень много масел. Я их оставляла на ночь, но они, конечно, пачкают подушку. Если оставляешь на ночь. Поэтому желательно, конечно, просто там на пол, на часа, на 40 минут перед мытьем головы оставлять. И не больше. Но я оставляла на ночь. Мне нравится эффект. Волосы действительно перестали впадать. Классная вещь. Так, следующий. Я обычно не показываю такие вещи. Но так как это от Фаберлик, решила показать. Это такой ультракондиционер для белья с аромокапсулами. Дом Фаберлик. Закончился он у нас недавно совсем. И мне он очень-очень понравился. Поэтому я решила его показать. Вот. Классная вещь. Вот у меня сейчас ленор. Я купила другой. Мне он не так нравится. Потому что этот действительно, он придает мягкость белью. И белье очень-очень приятно пахнет. Довольно такой насыщенный аромат. И даже остается довольно долгое время потом на белье еще. Особенно мне нравится на пастельном белье, когда его достаешь свежее. И вот этот вот аромат этого кондиционера очень-очень приятный. Пахнет он такими цветами. Такой довольно насыщенный. Очень прям такой. Я по первой его добавляла очень много. И вот даже чересчур сильный аромат был от белья. Потом стала по чуть-чуть уже добавлять. По пол колпачка буквально. Хватает его довольно намного. Здесь написано на 15-20 мл нужна дозировка. Но я не знаю. Я по пол колпачка добавляла. В принципе, удобно. Классная вещь. Возьму еще обязательно. И еще у меня из Фаберлик закончился вот такое вот средство для чистки ванной комнаты. Удаляет следы мыла, грязь, ржавчину. Устраняет неприятный запах. Конечно, он такой ядреный. Воняет хлоркой очень. Такой аромат у него. Но, действительно, чистит хорошо. Вот эти все ржавчину и следы мыла он очищает хорошо. Но стоит он, конечно, не экономично. Здесь 500 мл. В принципе, нам хватило его довольно надолго. Но, не знаю, вряд ли возьму еще. Хотя очищает неплохо. Также от Фаберлик закончилась у нас вот такая вот пена для ванны. Спокойной ночи называется. Расслабляющая с ароматом лаванды. Долго она у нас стояла в ванной. Что-то как-то не тянулась к нему рука. Да и вообще у нас мало кто принимает ванну, кроме сыночка и дочки иногда. Ну, в принципе, неплохая вещь. Но здесь всего лишь 250 мл здесь. И не заметила я, чтобы у него там была особо какая-то густая пена. Ну, пена как пена. И аромат лаванды здесь не такой приятный, как, например, и про шею в одушке. Там намного лучше мне нравится лаванда. А здесь она какая-то не очень приятная. И не заметила я, чтобы от него как-то приятнее было отправляться в сон. Тут написано для релаксации, приятных мыслей перед сном. Ну, не заметила я такого. Больше я брать ее не буду. Просто попробовала, чтобы по ним хотят запах. Также от Фаберлик закончилась вот такое жидкое мыло. Милый жасмин из серии Оранжери. Мне понравилось, что оно кремовое мыло, как я люблю. Это крем мыло для рук с ароматом жасмина. Но аромат жасмина, вот этот, мне не очень понравился. Поэтому больше брать я его не буду. И оно неэкономично. Здесь всего ничего. А стоит оно, в принципе, не дешево. Поэтому брать я его больше не буду. Но мыло приятное было. Хорошо очищала руки и не сушила. Потому что крем мыло. Вот, поэтому, кто не пробовал и кто любит аромат жасмина, могу посоветовать. Но сама больше брать его не буду. Так, следующее закончился, наконец-то, у меня вот такой вот кондиционер от Джованни. Шампунь уже, черти, когда закончился кондиционер? Только. Это для нормальных волос. 50 на 50 гидробаланс написано. Кондиционер. В общем, неплохой у него состав. Довольно густая текстура. Практически без запаха он был. Ну, довольно неплохой. Да, у меня еще из серии такой маска до сих пор не закончилась. Неплохая вещь, в принципе. Но больше брать не буду. Попробовала и хватит, так скажем. Голота суперэффекта я не заметила. Но волосы после него легко расчесываются. Приятные на ощупь. Да, хорошие. Ну, в принципе, неплохой кондиционер. Также для волос у меня закончились вот эти два средства. От облепихи Сибирьки, который посылала мне на 8 марта Женюлька. За что ей огромное-огромное спасибо. У меня был это максимальный объем. Какого-то объема, конечно, я не заметила. Но они были фаворитами у меня лета, по-моему, если я не ошибаюсь. Такой сильный облепиховый аромат, довольно натуральный. Неплохая парочка. Мне она нравилась. Отлично очищает волосы. Очищает волосы, в принципе, практически до скрипа. Бальзам тоже неплохой. Очень экономичный. Мне их хватило, получается, больше, чем на полгода. Ну, конечно, я не только ими пользовалась. Здесь по 400 мл. Такая довольно большая упаковочка. Они придают волосам, питают, насыщают волосы. Но какого-то объема от корней, который обещает этот шампунь, я не заметила. Просто хорошие шампуни. Приятно было ими пользоваться. Такой натуральный аромат облепихи. Я рада, что их попробовала. Спасибо, Женечка, тебе большое. Также недавно совсем я покрасилась вот этой краской. В своем блоге рассказывала про нее. Color Sensation стойкая крем-краска. Насчет стойкости посмотрим. Здесь написано, что ультрастойкий цвет, точное попадание, зеркальный блеск и 100% закрашивание седины. От горней я пользуюсь краской первый раз. Здесь содержатся интенсивные пигменты, написано. Также масло содержится какие-то. И волосы переливаются зеркальным блеском. Но на самом деле у меня волосы сейчас действительно очень блестящие. Но они у меня и до этой краски переливались, так скажем. Краска неплохая, удобно ей было пользоваться. Ну и посмотрим насчет стойкости. Не знаю, но волосы, ой, седые волосы закрашивают 100%. Но у меня в принципе любая краска закрашивает. Вот, поэтому цвет мне понравился. Цвет красивый был, в отличие от Reflame, который я пользовалась. Да, эта краска, там рыжина такая была прям интенсивная. Здесь она довольно приятный цвет, светло-каштановый получился, как я и хотела. Вот, поэтому с удовольствием мне эта краска пора, возможно, возьму еще. Что у меня закончилось, это вот такой вот антицеллюлитный крем от доктора Пьеррико. Интенсивный, тут все по-английски написано, ничего не поймешь. А, ну да, интенсивный, это все, видно, крем и все. Значит, вот тут здесь 180 мл. Была вот такая вот у него баночка. Не очень удобно пользоваться, конечно, когда залазишь туда пальцами, потом все это под ногтями остается. Поэтому мне вот это применение не очень понравилось. Ну, хотелось мне попробовать этот крем, потому что о нем были очень хорошие отзывы. Я читала на рекоменде, по-моему, или где-то в интернете. Действительно, он придает такой немного охлаждающий эффект. Я пользовалась им вместе с массажером, который у меня есть такой сильный от Фаберли. Вот, в принципе, неплохой крем, но какого-то суперрезультата, естественно, я не увидела. И переплачивать ту стоимость, которую он стоит, например, от дешевого, там, Эвелин какого-нибудь обычного крема, я не видела смысла, в принципе. Ну, попробовала и хватит, честно говоря. Больше такого, конечно, брать не буду. Ну, интересно было бы просто его попробовать. Вот, но советовать, наверное, не буду. Так, следующее, что у меня закончилось, это Reflame. Вот такой вот гель для умывания, для нормальной комбинированной кожи. Вот, он у меня целый год, наверное, был, если не больше. Я им прям довольно долго пользовалась, очень экономично оказался. Здесь 200 мл вроде бы, но схватало буквально капельки, чтобы мыть все лицо. Очищающая гель-пенка для нормальной комбинированной кожи, да. Понравилась мне эта пенка, очень хорошо очищала кожу. Я использовала ее на ночь. Косметику она смывала, ну, не 100%, конечно, процентов где-то на 70, так скажем. Особенно интенсивный макияж глаз. А вот, не сушил кожу, очень хорошо подействовала. И она такого, кремовая, кремовой такой текстуры. Че ты сидишь? Ну, типа, смотри там в кино. В комнате. Ну, тебе же не интересно, что я рассказываю. С чем ты сидишь? Я при тебе стесняюсь, может быть. Колька. Тебя камера снимает, не отрекайся. Я уже забыла, что хотела сказать. Кремовая текстура такая. Такой приятной кремовой текстуры, хорошо пенится. В общем, понравилась хорошая пенка. Гель-пенка и могу посоветовать ее. Там еще такая есть зелененькая для жирной кожи. Так, закончился вот такой крем дифирин, который мне прописывал врач от моих высыпаний на лице. Я уже про него как-то рассказывала и в фаворитах своих говорила про него. Да, действительно, он помогает. Высыпаний становится значительно меньше, особенно вот этих крупных гормональных пищей, которые у меня были на щеках. Но он очень сильно сушит кожу другую, там, где она непроблемная. Вокруг глаз и вокруг рта у меня очень сильно шелушилась кожа. Не так, как у Маши. Машуля жаловала, что у нее прям хлопьями она отвалилась. У меня шелушилось очень сильно. Я только маслами спасалась на ночь, мазала масло. Я не могла никакой крем наносить, потому что очень сильно щипала, особенно вот эта область. Просто жутко щипала. Вот, поэтому больше брать я его не буду. Тем более стоит он довольно дорого. И тем более сейчас у меня есть мой любимый крем от Mison улиточный, который помогает мне в моих высыпаниях просто отлично. И не сушит при этом кожу. Вот, поэтому для проблемных людей с проблемной кожей могу посоветовать, но больше сама брать не дойдут. Ну, сама я не брала. Вы издеваетесь, Нелана? Чего вы сюда все попришли? Мы слушаем. Ленчик, ну идите в комнату, в спальню. Вы же включите. Что такое? Так не сделаешь. Также у меня есть вот такой вот раритет от Uberlick. Это молочко для тела, яблоко и гранат. Нашла я его в своей спортивной сумке старой. Еще когда я ходила в спортзал, это было довольно давно. Оно у меня там валялось. Я им пользовалась после душа, когда ходила в спортзал. Действительно, очень хороший лосьон, молочко. Но сейчас, конечно, у него давно очень прошел срок годности. Еще в 2011 году еще закончился срок годности. Поэтому я его использовала как смываемый кондиционер в душе. Он совершенно не испортил своей консистенции. Точно такой же аромат у него был очень приятный. Такой яблочно-гранатовый, очень приятное молочко такое. Но вот этот раритет, конечно, было приятно вспомнить его. Вкусные сезоны, вкусный кислород. Еще старое оформление в бьюти-кафе. Вот такое вот классное молочко. Нашла у себя. Так. Закончились у меня вот такие вот салфеточки для удаления маникюра, которые я заказывала на бьюти-хоум. Без ацетона такие ароматизированные лаки. Ну, здесь, конечно, уже ничего нет. Но здесь остался только приятный аромат. Действительно, они не воняли ацетоном. Очень приятный такой ароматизированный у них был запах. И очень приятно им было пользоваться, когда испортишь маникюр. И на один ноготь, например, нужно, чтобы не испортить стальное. Или когда брать с собой. Конечно, брать с собой это вообще супер-супер штучка. Поэтому обязательно возьму себе еще. Такие салфетки, они очень удобные. Ну, или когда просто лень доставать свой ацетон, салфетку брать, какие-то ватку. Просто взял это быстро и удобно очень. И стоит недорого. Так, закончилась у меня вот такая вот туалетная вода от Dior. Dior Addict называется. Довольно долго я ее использовала. Наверное, года два она у меня стояла. Очень приятный аромат. Такой очень легкий, очень ненавязчивый. Такой шлейфовый, очень приятный. В принципе, довольно приятно им было пользоваться. Она у меня интенсивно довольно использовала. Я особенно летом ее, она такая легкая. И весной очень любила ее. Ну, добила почему-то осенью. Потому что хотелось все закончить, и ее оставалось совсем чуть-чуть. Очень приятная водичка. Возможно, когда-нибудь повторю ее. Есть она и фиолетовая, и какая-то другого цвета. Флакончики. Ну, очень приятная водичка. Кто не пробовал, обязательно попробую. Легкий такой цветочный, ненавязчивый аромат. Также закончилась у меня вот такая вот золотой очищающий пилинг массаж антицеллюлитный 4D Extreme от Evelyn. Бюджетная штучка, как, в принципе, все антицеллюлитные средства от Evelyn. Вот. Содержит 24-каратное золото, якобы. Кофеин, гуарану. И для чувствительной исконной коллегки кожа даже подходит. Ну, там действительно какие-то как золотистые частички были. Ну, это очень такой, очень-очень такой щадящий пилинг. Действительно, пилинг. Никакого там антицеллюлитного действия, естественно, я не увидела. Хотя использовала его вместе с массирующей перчаткой, которую мне подарила Юлечка Терехина на своей посылочке. Вот. Очень удобно ей пользоваться было. Ну, и, естественно, никаких, никакого эффекта антицеллюлитного, как я уже говорила, не увидела я. Ну, приятный такой аромат у него был, легкий какой-то такой, ненавязчивый. И, ну, попробовала, в принципе. Я особо ничего от него не ждала. Так чисто была в стол, в душе, так скажем. Поэтому особо заветовать не буду. Так. Закончилась у меня вот такая вот сушка от Avon. Всем известная. Долго я, она у меня стояла, я ей не пользовалась, потому что не могла с ней подружиться. Она очень масляная. И сначала она мне показалась, что она даже смазывает маникюр, наоборот, вместо того, чтобы сушить его быстро. Но потом как-то чуть-чуть-чуть-чуть я к ней приноровилась. В принципе, неплохая сушка, но я ее больше брать не буду, именно из-за этого сильного маслянистого эффекта, который она дает. Поэтому, ну, зато удобно. Вот эта попа набрызгала на все ногти и, в принципе, они довольно быстро сохнут. Вот такая вот сушка. Я знаю, что многие девочки, многие девочки ее любят. Так, моя любимая паста от Splat Professional Bio. Биокальций в восстановлении эмали безопасное отбеливание. Люблю пасту Splat уже 300 раз говорила, только не черную. У меня муж опять купил черную по ошибке. И вот с удовольствием, с трудом ее пользуюсь, не очень люблю. А вот такие вот биокальции. Хорошая паста, отлично очищает зубы, надолго освежает дыхание. И, что самое главное, не связывает все во рту, как это эти блендамии от пасты. И не дает очень сильно мятный привкус, что я не люблю. Еще одна паста у меня закончилась. Еще одна паста закончилась от бабушки Агафьи. Вот такая вот органическая, витаминная для здоровья Дёси. Она основная органических экстрактов черной смородины, зверобоя и трех витаминов. Я говорила уже, что мы тоже любим эти пасты. Но наша любимая розовая, брусничная, очень приятный у нее такой ягодный привкус. И она хорошо очищает зубы. Эта паста мне не очень понравилась. Она такая, кремово-бежевого цвета. И она не дает мятного особо привкуса. Она мне напомнила вот эти гелевые пасты от Фаберли, которые ни о чем вообще. Поэтому больше брать такую именно витаминную не буду. Не хватало мне надолго освежения вот этого. Поэтому советовать ее тоже не буду. Брусничная намного больше мне нравится. Так, добила я наконец-то вот такую пасту, ой, маску от Белиты Витекс Соу Бьюти серия. От появления первых возрастных изменений 25+. Маска антиоксидантная для лица. Рассказывала я про нее в своих масках. Неплохая масочка. Я ее наносила на область лица и шеи. И декольте даже иногда оставляла на минут 20-30. Хорошая маска. Действительно придавала какое-то такое здоровое сияние. Приятный цвет лица. Ну, никакого-то особого эффекта, может быть, и не было. Но зато она действительно увлажняла, питала кожу. Так, неплохая масочка, но больше брать не буду. 75 мл не было. Хотела мне ее довольно долго. Потому что масок у меня много. Так, ну, последнее, что у меня осталось, это у мужа закончился шампунь на стой для волос. Шампунь от бабушки Агафьи, которую он очень любит. Он у него одно время вызвал перхоть. И я покупала ему другой шампунь от перхоти. Но он ему не очень понравился. Он у нас стоит в ванной. Он им редко пользуется. Купил себе опять бабушку Агафьи, только другого цвета. Но шампуни ему эти нравятся. Нравятся, как они очищают его кожу, волос. И действительно придают ему блеск. И волосы не выпадают. Поэтому, что больше надо, волосы у него остаются чистыми дня 2-3. Больше ему не нужны. Ну, такой вот шампунь. Он его любит, продолжает ими пользуетесь. Так, все, уже видим. Вот такие вот были у меня пустые баечки за декабрь месяц. Я постаралась по-быстрому рассказать, чтобы не затягивать свое видео. Спасибо всем большое за внимание. Я вас всех люблю. Целую. Пока. Не буду видеть, что там записывает. Он не записывает. Я тебя кагал. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха.